В хоккей играют настоящие мужчины. Это точно про героев следующего сюжета. Хотя юношам пока всего 14-15 лет, за шайбу на льду они бьются как настоящие профессионалы. Мои коллеги побывали на финальной игре третьего этапа всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. Когда-то российские хоккеисты были лучшими на льду, но в последнее время их преследуют неудачи. Хотя, теперь уже бывший наставник российской сборной по хоккею Зенитула Белеледдинов после проигрыша в четвертьфинальном матче Чемпионата мира в 2013 году и обещал, что в Сочи будут играть сильнейшие, тем не менее на домашних Олимпийских играх наша сборная снова проиграла. То, что в стране нужно поднимать хоккей, чувствуют все, кто более или менее интересуется этой игрой. Это одна из причин, по которой соревнованиям «Золотая шайба» в округе уделяется столь пристальное внимание. Заметил заместитель полпреда президента России в ПФО Олег Мельниченко. «Золотая шайба» как система соревнований, которая существует у нас в Советском Союзе, существовала в России с 1964 года. Это некая такая кузница кадров, которая позволяет мальчишек фактически с дворового хоккея отбирать. И в конечном итоге многие прошли через «Золотую шайбу» и стали, в общем-то, чемпионами. Юным хоккеистам 14-15 лет. С разгромным счетом 2-7. На первое место вырвалась команда Нижегородской области «Красные крылья». Оставив лавры серебряных призеров команде Арслана из Республики Татарстан. Замкнула тройку лидеров «Салям» из Башкортостана. Первый период от обороны, второй, третий прессинг. Победителям вручили кубки, дипломы, медали, а также специальные призы от полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Команды, которые стали золотыми и серебряными призерами в этих соревнованиях, примут участие во всероссийских финальных играх. Но, как заметил глава Чубаши, главное то, что каждый участник турнира может назвать себя настоящим мужчиной, который играет в хоккей, несмотря на юный возраст. Все те ребята, которые вышли на лед, они уже победили сами себя. Все мы понимаем, командная игра – это и есть командная игра. А командная игра формируется от отдельных ярких личностей. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика.